Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Никба. Продолжаем играть в различные андроид-игрушки. И сегодня мы посмотрим игрушку под названием Machine City Escape. Ну или Escape Machine City, неважно. Собственно, посмотрим, что у нас тут есть в настроечках. Давайте первым делом. Выбрать уровень, инструкция, оценить игру, больше игр, магазин. Да ничего интересного, в принципе, здесь нету. Ну, по крайней мере, с графической составляющей. Ладно, давайте начинать, собственно. Посмотрим, что это за игрушка. Генераторная. Окей. Механик, ты меня слышишь? Похоже, ты долгое время был без сознания. 24 часа назад наши астрономы видели метеоритный дождь, надвигающийся по направлению к Machine City. Очень скоро он нас ударит. Прямо сейчас мы эвакуируем последних жителей с помощью цепелинов. Единственный шанс выжить, пройти через канализацию. Поищите аварийный ствол. Ну, пока нас учат, вот он. Нажмите на бег, чтобы его забрать. Это игра в стиле... найти... ну, квест. Квест с поиском предметов. В некотором роде здесь чего-то не хватает. Нажмите на кнопку назад, поищите полезные предметы. Окей. Хорошо, смотритесь хорошенько, не тратьте время впустую. В смысле, время впустую? Тут время еще есть. Видимо, они просто прикалываются. Так, это что у нас такое? Здесь я был уже, да. Это у нас какие-то штуки, которые... я люк вижу. Так, лампочка. Ага, нашел, нашел. Окей. Здесь что-то интересное. Посмотрите поближе. Давайте взглянем. Попробуйте протянуть панель сначала в одну сторону, а затем в другую. Ну, изи типа, и че? Я получил какой-то элемент какого-то механизма. Все, больше здесь, в принципе... стоп, стоп, стоп. Тут еще шестеренка есть. Похоже, вот эта шестеренка подойдет к рукоятке. Нажмите на рукоять, чтобы ее выбрать. А теперь нажмите на шестеренку, чтобы соединить предмет. Да, тут есть объединение предметов. Отлично. Теперь вы можете открыть аварийный ствол и выбраться отсюда. Эта игра даже, наверное, не в том стиле, что поиски предметов. Это скорее выбраться из комнаты. Вот такой вот жанр. Окей. Так. Куда мне ставить шестеренку? Объясните мне, пожалуйста. Шестеренку с ручкой, наверное, надо вставить... А, вот сюда. Вот она как бы здесь и располагается даже. Стоп, подождите-ка. Ага. Неудивительно, что колесо застряло. Выберите подшипник, который подобрал ранее. Ну да, я понял. Замечательно. Похоже, теперь вы сможете добраться до генератора и разобраться с охлаждением. Эммм... Все. Вырубил электричество. Теперь можно разобраться с этой штукой. Типа, закрываем ее, включаем. А как она без питания работала? Я же питание выключил. Ну, так или иначе, у нас есть люк. Здесь у нас есть ручка. Как я понимаю, ей мы и открываем люк. Ну и первый уровень у нас, как я понимаю, позади. Ну, либо это только первая часть уровня. Я точно еще не знаю. А нет, все-таки это не только первый уровень был. Это был первая глава первого уровня. Погнали. Следующий этап у нас канализация. Там рекламка всплыла. Я ее для вас вырежу. Но пока что идет все неплохо. Применив собственные навыки, чтобы открыть механическую дверь, что ведет к городу. Мне показалось, что тут человек стоял. Оказывается, просто куча мусора. Так, посмотрим, что у нас здесь есть. О, какой-то предмет. Так, бочка мне не нужна. Но вот есть еще какие-то бумажки. Картонные коробки полусгнившие. Так, это какие-то рычажки. Но мне нужен, видимо, какой-то код, чтобы поставить определенное количество рычагов. Так, резинка есть. Замечательно. Труба. Больше здесь вроде ничего интересного. Так, а вот это колесико. Видите, там колесико какое-то есть. Почему я не могу на него нажать? Ну ладно, неважно. Так, здесь есть какие-то рычаги, которые показывают, как я понимаю, направление какое-то. Возможно, вот этих вот штук, кстати. Но их всего два. И вот здесь вот какая-то дырочка, видимо, здесь чего-то не хватает. Что у нас есть в мусоре вообще в клетке? Так, я вижу, здесь есть у нас головоломка, типа головоломка. Но это изи будет открыть эту штуку. Здесь у нас находится шестерня. Такс. Как мы можем использовать веревку? Мне кажется, что вот эти вот положения этих, этой шестерней, вон тех двух, указывают то, как мы должны расположить с вами предметы. Но, возможно, я ошибаюсь. Так, одна влево. Хотя, не, не может быть такого. Так, ну, питание не работает, это я уже вижу. Так, один, три, четыре. А, вот, блин, господи, у меня все это время было написано на долбаном этой штуке. Так, во-первых, значит, первое это... А, три, три, четыре, один, все понял. Так, выбираем, собственно, здесь троечку. Здесь выбираем четверочку. Здесь выбираем единицу. Все, готово. Или я что-то не так... А, шесть, шесть, это не четыре, это шесть, прошу прощения. Чуть попутал. Вроде все, что-то запустилось. Нижнюю часть у нас вода полилась. Но она почему-то не затапливается, видимо, там есть куда сливать ее. Только вот что мне это дало по итогу? Ну, какая-то мельница запустилась. А зачем мне нужна эта мельница вообще? Я ее не могу рассмотреть, если что. Ага. Здесь какая-то штука появилась. Может быть, ее надо резинкой соединить? В принципе, это будет логично. Окей. Да, все, изи. Это не отвертка, оказывается, была. Это был вот такой вот механизм. Так, здесь мы тоже механизм запустили. Осталось лишь последнюю часть сделать. Я так понимаю, все, питание включено, поэтому просто нажимаем. Нажимайся. Да что не так-то опять? Или я все открыл? Да нет, вроде дверь не открывается. Не, не работает шестерня почему-то. По непонятной мне причине. Видимо, мы что-то опустили. Но я вроде ничего такого особо не вижу. Что бы мы могли упустить? Очень странно. Вроде здесь нигде больше ничего обыскать, по сути, нельзя. То есть нигде ничего не валяется, ничего осмотреть больше нельзя. Там что-то написано, кстати, на коробке, но это не важно, я думаю. Да, я вроде все уже поклацал, где ничего нельзя осмотреть. Видимо, что-то здесь надо сделать. Возможно, как-то повернуть или что-то в этом духе. Ага, понял. Нужно опустить было центр. То есть, если я вот так вот передвигал за ручку, она не двигалась. Она двигалась только если вы на центр нажимаете. Ну ладно, так тоже пойдет, в принципе, и все. Я думаю, дверь открыта. Да, так оно и есть. Все, переходим дальше. А я люблю такие игрушки. Уровень номер три. Закоулок. Улицу преграждают груда камней. Твой единственный выход это пройти через металлическую дверь поезда. Поторопись. Че он меня все время подгоняет? Как будто здесь есть время. О, совок есть. Здесь у нас идет какой-то пар. Здесь есть какая-то странная... Головоломка. Я не могу взаимодействовать с ней, на самом деле. То есть, вот эти вот значки не нажимаются. Так же, как и циферки, ничего здесь не передвигается. Видимо, мне нужно сначала найти какие-то предметы, чтобы починить хотя бы трубу или что-то вроде того. Так, здесь у нас есть какой-то 7B. Господи, логические системы. Ага, нужно подключить все провода, но это изи. Все. Как бы это было не трудно. Так, здесь мы больше ничего вроде нажать не можем. То есть, мы починили, и на этом ладно. А можно как-то запустить эту штуку? Или нужно, опять же, какой-то механизм задействовать? Скорее всего. Так, вот таблички, кстати. С указаниями. Их я взять не могу, но я могу взять трубу. И еще трубу. То есть, если мы сейчас присобачим вот сюда шланг. Так, в принципе, у нас задействована будет вот эта штука. Так, давайте изучим таблички. Первый это стрелочка вверх и вправо. Второй это стрелочки во все стороны. Так что переключаем. Так вот, стрелочки во все стороны. Окей. Дальше смотрим. Дальше третья у нас это стрелочка, как лук вверх. Потом идут стрелочки, не соприкасающиеся в разные стороны. И потом не соприкасающиеся... Потом соприкасающиеся в разные стороны, только уже в другом направлении. Так, следующее, как лук идет. Типа лук, но он должен наверх смотреть, по-моему. Так, теперь не соприкасающиеся стрелки смотрят в разные стороны. И в эту сторону теперь... Да-да, вот так вот, по-моему, это работает. Да, идеально. Собственно, пошел наш поезд. Ты пошел или не пошел? Или я опять что-то не так сделал? Нет, вроде не нажимаются больше. Здесь все верно. Нужно на 7б что-то, видимо, устранить. Там что-то стоит... Да? Да, нужно вот эту штуку как-то исправить или что-то вроде того, или разгрести здесь все. А, вон, у нас там рельсы, по-моему, не хватает, да? Поворотной. Не понимат. А, уголь, блин! О, господи, надо угля накидать. Сейчас, сейчас сделаем все, прошу прощения. Все, теперь он должен поехать более-менее. О, новое достижение, механик. Так. Но он до сих пор не едет. Видимо, еще чего-то не хватает. Так. Ну, здесь больше ничего, в принципе, обыскать нельзя. Здесь, в принципе, мы все собрали, что было. Ага, дверь есть какая-то с каким-то механизмом. Давайте открутим. Так, это у нас заколоченное помещение. Ну, тут что-то есть кабель и какой-то непонятная штука. Какая-то непонятная. Я думаю, это как-то можно взаимодействовать. С чем-то. Ну, и куда это присобачить мне? Шланг сюда не встает. На рельсы тоже, в принципе, ничего не встает. Может, на этот блок встанет? Нет, ничего не встает даже туда. Так, ну, давайте тогда переходить в эту комнатку. Может быть, здесь что-то нужно присобачить? Да вроде бы нет. Хм, интересно. Соединить их не получается. Здесь больше ничего, в принципе, нету. Да, 100% здесь надо что-то сделать. Вот только вопрос в том, что. И зачем нужен вот этот вот крюк с шаром, я не знаю. Даже не знаю, как его использовать и куда можно его использовать. Больше угля нам не дают взять, так как лопату забрали. Видимо, уже печка полностью раскочегарена. Даже не представляю, что здесь делать дальше. Потому что ничего никуда не присоединяется, ничего не объединяется. И ничего не нажимается. Аааа, серьезно? Нужно было сюда ее повесить? Вы что, угораете, что ли? Ээээ, ну типа, окей, погнали. Вот никогда бы в жизни не догадался, серьезно. Я просто случайно нажал. То есть, я думал, ему нужно будет следовать куда-то там, по пути. А оказывается, нам просто нужно было открыть эти долбанные ворота. Да, нравится, но не хочу оценять. Знаете, что хотелось бы еще заметить? В этой вот игрушке, в ней реклама всплывает только после прохождения уровня. По крайней мере, это сделано, блин, нормально. Как в, блин, не в других играх, где просто реклама всплывает из ниоткуда. Такой, играете, играете. Не во время игрового процесса, а просто реклама, да? И вы, допустим, проиграли из-за этого. Лишь достаточно умный человек может выйти из ботанического сада и достигнуть городской площади. Как скажешь, братан, я, наверное, справлюсь. Вау, какой нож, какой нож! Дай сюда! Сейчас я им что-нибудь взломаю, так это что такое? Что за сложные штуки у тебя, братан? Ага, да это пятнашки, я вас понял. Примерно. Так, это два? Нет, это два. Это два? Неважно. Ааа, еще поворачивать можно. Ну, короче, здесь головоломка такая жесткая, на самом деле. Первый есть. Второй, видимо, не второй. То есть, возможно, второй это третий. Нет. Четвертый? Тоже нет. Возможно, они должны указывать стрелочки. А если я третий поставлю первым? Нет, ничего не получится. Ну, вот первый это точно первый. А дальше, в принципе, ни одна цифра не подходит, и это очень странно. Давайте попытаемся просто по очереди их поставить. То есть, первый, второй, третий, четвертый. Так. Поворачивайся. Уходи. Заходи. Поворачивайся. Заходи. Я нафейлил, да, сейчас? Да, я нафейлил. Так, тогда сделаем по-другому. Заходи. Уходи. Уходи. Заходи. Заходи. Поворачивайся. Заходи сюда. Заходи сюда. Смотрите, а тройка работает. Двойка почему не работает? Мне кажется, или стрелочки поменялись местами. По-моему, так оно и получилось. А-а-а! Когда я переворачиваю шестеренку, они меняются местами. Нам нужно, чтобы все смотрели наверх. Я понял. Все-все, доперло до меня наконец-то. Давайте мы просто их сначала все повернем кверху. Не знаю, правда, получится ли мне все вот так вот перевернуть. Но в головоломке смысл мне теперь понятен. Мне кажется, я уже нафейлил. Да, видимо, я нафейлил. Но это ничего страшного, в принципе. Сейчас, я думаю, мы справимся с этим делом. Так. Так. Так, первым делом нам нужно третью как-то перетранспортировать. А я ее уже повернул, да? Можно вот так сделать, в принципе. Так, сделаем теперь вот так вот. Так-с. Четвертая. И вторую осталось повернуть. Все. Теперь надо только правильно все выставить каким-то образом. Так, вторая, четвертая. Ага, немножко не получилось. Но мы можем... А, подождите, все получилось, все получилось. Прошу прощения, мы можем же сделать вот так вот. Да, я все правильно шел к этому. Здесь у нас шприц. Здесь у нас есть четыре какие-то непонятные штуки. Я не знаю, что это такое. Ух ты. Что тебе надо? Я тебя сейчас порежу. Я тебя поймаю с очком. Не захлопывается эта штука, не работает. Но вот, кстати, первые более-менее сложные головоломки пошли. Это что такое? Что это за странная штука? Зачем вы мне ее показываете? Ага, вот тут нарисована муха. Плюс лимон. Капните. Что, простите? Но это штука для выдавливания лимонного сока, как я понимаю. Так, а где у нас лимончики? Вот у нас лимончики. Это апельсины, правда, или мандарины вообще. Здесь какие-то нужно, по-моему, поставить штуки. Отрежем лимончик. Так, теперь перейдем к столу. Выдавим лимонный сок. Жом-жом-жом-жом-жом-жом-жом. Сок есть. Замечательно. Давай сюда мой сок. Так, и теперь мы должны дать растению попить лимонного сока. Так, шприц не набирается. Мне, видимо, нужна какая-то тара, что ли, да? Более-менее нормальная. Да, мне нужна мензурка тут написано. Капните куда-то там. Это еще что за головоломка? А-а-а! Ясно! Ну, блин! О, господи! Начинается самое жесткое. Жесткие головоломки. Возможно, тот чел был и прав, что мне не так-то и легко получится выбраться из этого места. Хотя, вроде тут все просто. Это было настолько просто-просто. Так, тут мухи какие-то мне не нравятся. Надо лимонного сока мухи? Нет? Давайте сачком их поймаем. А-а-а! Там же муха была нарисована. Точно, я помню. То есть там нужно было лимонный сок, по-моему, в муху кинуть. Муха плюс лимон. Но они не используются. Вместе. Возможно, стоит дать сначала муху сожрать ему. Так, и мы получаем какую-то непонятную жидкость. Возьмем ее, добавим ее в лимонный сок. И мы получим какую-то непонятную... Зачем я вообще это сделал? Для чего мне эта штука нужна? И куда мне ее теперь использовать? Объясните мне. Я должен капать эту штуку куда-то там. Может, подвал? О, что это такое? А, это просто фигня. Я не знаю, куда использовать лимонный сок. Мне написали, что нужно капнуть куда-то там этот лимонный сок. Ну, это не совсем лимонный сок, конечно. А, это кислота получилась. Я понял, нужно было на замок ее прыснуть. Окей, просто тогда проходим дальше. Так, у нас, собственно, пятая миссия. Это центр города. Мне кажется, это будет финальной миссией для этой главы. Не знаю, почему, просто предчувствие такого. К сожалению, главный мост железнодорожной станции был уничтожен метеоритом. Ты должен попасть в отель, пройти через главный зал, затем наверх в обсерваторию. Окей. Так, опять головоломка. Интересно. А что я должен здесь сделать? Типа доставить вот эту штуку туда? Ну, я понял, понял. Окей. Сейчас разберемся. Угу. Давайте уберем эти бесполезные штуки. Ну, это ези было. Вы что, издеваетесь? Серьезно, вот это надо было пройти? Тут никакой сложности же в этом даже нету. Прошлые головоломки были посложнее. Ну, вон та, которая была с этими... С перемещением стрелочек. Но она тоже не очень сложная, на самом деле, была. Так, ну это просто часы, как бы. Ничего такого. Циферблат, циферблатом. На кнопочке, клац, я не могу, потому что это за стеклом. В урне ничего нету. Есть здесь какая-то лестница. Есть чемодан. Для чемодана нужен особый ключ. Окей. Так, здесь у нас закрытая дверь, я вижу, там ключ валяется, кстати, который нам и нужен, в принципе. Тут тоже есть циферблат, на нем указано время. Надо быть запомнить, что, если что, можно быть его использовать. Так, в переулок мне не дают пройти, скамейку тоже левую не дают посмотреть. Так что, в принципе, мы сейчас с вами должны открыть чемодан. Так, сумочка, ключик. А ключик не отсюда, что ли, получается? А ключик, видимо-то, и не отсюда. Так, лестницу здесь я не могу использовать, но, возможно, я смогу использовать ее, чтобы забраться куда-нибудь повыше. Вот, да, сюда, к примеру. Так, здесь есть у нас штука, здесь есть еще один ключ. Это тот, это тот ключ, который нам нужен. Поэтому мы давайте спустимся вниз, во-первых. Откроем этот сундук, вот этим ключом он должен подойти. Готово. Так, и что это такое? И как я это должен... У меня нету такого ключа. А, тут есть вторая застежка, точно, точно. Там не ключ. Вторая как раз-таки для второго ключа, все. У нас есть рубин, зачем он нам, я не знаю. Но мы его соединяем с нашей палкой и получаем... Что это вообще такое я сделал? Неважно. Эм... А, это стеклорез, офигеть. Ну, окей. Типа из алмаза и деревяшки с присоской можно изготовить стеклорез. Увеличить давление, понизить давление, поменять местами. Чё-то я сделал. Случайно, абсолютно. Ага, теперь работают. Пошлите посмотрим, как там нарисовано, сколько времени и то же самое запишем. Так, сейчас там... Пол-одиннадцатого. Точнее, скажем так, десять... Десять... Тринадцать. Я не знаю. Десять-тринадцать. Так. Десять-тринадцать. Где-то вот так вот там было. Нет? Десять-тринадцать. Хм... Странно. А, там не десять-тринадцать. Там... Эээ... Два... Два... Эээ... Пятьдесят... Стоп. Два-пятьдесят... Два. Два-пятьдесят-два. Где-то так. Окей. Я стрелочки просто перепутал, прошу прощения. Как-то так. Получаем какую-то непонятную штуку, что это вообще такое. Возможно, она нам нужна для того, чтобы ставить её сюда. Теперь повернуть. Раздвигаем. Какая-то зелёная фигня. И у нас дверь открывается. Замечательно, блин. Идеально просто. И смотрите-ка, нет. Тут открылся шестой уровень. То есть, получается, здесь не пять уровней. Ты хорошо справляешься. Но время не на нашей стороне. В любую минуту нас может настигнуть метеоритный дождь. Быстрее ты должен воспользоваться лифтом и попасть на последний этаж. Так, бумажка, бумажка, ручка. А, я просто убрал бумагу. Я не взял её с собой. Ножик. Ложка мне не нужна, как я понимаю. Почему тут колёсики такие? Ну, не важно. Так, дальше. Что у нас есть на столе? Есть какие-то картинки. И здесь что-то можно, я понимаю, нарисовать. Да, штриховку используем. Получается у нас код 7369. 7369. Где-то я слышал этот код, серьёзно. 7369. Очень знакомая цифра. Точно 7369, да, 637369. Блин, серьёзно, я где-то её видел уже. В какой-то игре такой же точно код был. Возможно, это отсылка, кстати, к ней. Только вспомнить не могу именно в какой. Так, я могу осмотреть вот это радио, нет? Видимо, нет. А куда мне код тогда, получается, вводить? Вот, отрезаем эту штуку. Это батарея, аккумулятор или чё это такое вообще? Подключаем. Да, видимо, это батарея. Ой, мини-игра. Замечательно. Ага, я понял, как здесь это работает. Заново, пожалуйста. Это такие игры мы тоже играем. Эм... Эм... Ясно, понятно. Давайте тогда попробуем вверх пойти. Так, теперь надо подумать, куда. Да тут только один... Одно направление есть. А, всё, я понял, куда надо идти. Так, влево-вниз, вот сюда, вот сюда, затем сюда и наверх. Всё, пройдено. Так, получаем карту какую-то непонятную. Зачем она нам нужна, я не понимаю. Пока что... Так, здесь больше мы ничего осмотреть не можем, к сожалению. Кстати, карандаш у нас не забрали, что на самом деле достаточно странновато. Но сюда карту надо вставить. Да, так оно и есть. Централ, элеватор, элеватор. Что, простите? А, понял. Выбираешь здесь и двигаешь туда. Так, централ, элеватор... Я не понимаю, что здесь я должен сделать? А, я понял, примерно. О, боже мой. Я понял, здесь для того, чтобы пригнать куда-то лифт, надо вот таким вот манипуляциями, такими странными заниматься. А, я могу их через одну линию перемещать. Тогда всё в сто раз проще. Ну, блин, серьёзно. Сказали бы сразу, я бы не парился так долго. Так, смотрим, что здесь у нас. А, здесь сломано, блин. А как мне это пофиксить? Давайте открутим эту фигню. Не, видимо, здесь окончательно сломано. Надо в другой элеватор идти и там смотреть. Потому что здесь, видно, не подобрать уже ничего. Подождите, я что-то присобачил. Я что-то куда-то присобачил только что. Ну, ладно, давайте откроем ещё другой элеватор тогда, получается. Сейчас быстренько переместим всё, куда надо. А, блин. Так, готово. Этот элеватор мы тоже с вами открыли. Вот, здесь работает 7369 же, да, вроде? Ага, вот здесь не было этой штуки. Теперь можно вращать. 7369 вроде бы так было, да? Да, да, не забыл, оказывается. Так, ну, собственно, я что-то сделал непонятное. Пошлите посмотрим. Может, что-то наверху появилось или где-то ещё? Да, вроде нет. Эм, а что произошло? Можно пояснить? Ага! Лифт заработал. То есть мы отправляемся на следующий этаж. У нас седьмой уровень, большой зал. Я думаю, мы с вами первую локацию постараемся пройтись. Конечно, нам не будет больше 10 уровней. Сомневаюсь, что тебе доводилось здесь быть. Но Машин Сити была запущена именно здесь. Секретную лестницу, что ведёт к обсерватории, можно идти прямо за троном. О, тут закрыто. Не могу взять. Но есть шестерёнка. И это что такое на поле? Это просто рисунок на полу? На поле, блин. Окей. Ещё шестерёнок дофига. Ещё какие-то... Что это за странная штука? Давайте откроем эту шнягу. Да, блин. Ну, давай, поворачивайся. Всё. Твою мать! Что это за дичь? Ага, я понял. Надо проследить и указать, где, короче, какой. Давайте тогда следить. Так. Первый это... Зелёный. Так, второй это... Синий. Так, третий это... Красный. Ну и последний, естественно, жёлтый. Последний можно и не смотреть. Потому что теория вероятности... Так, смотрим. Каска для сварочного аппарата. А, ну понял. Это сварочный аппарат, а это типа касочка. Но я не могу использовать сварочный аппарат, не используя каску. Хотя это, скорее всего, не сварочный аппарат. Погнали, лучше поищем, куда мы можем пристроить шестерёнки. Потому что здесь пока я вроде ничего такого особо важного не вижу. Да, вроде бы больше некуда идти с другой стороны тоже. А вот, я нашёл чё-то. Чё это за штука? Как её использовать? Ага, я понял. Вот здесь. Четыре. Восемь. Так, аккуратно. Главное не передержать. Ах! Слишком резко. Так. Так. А, здесь полностью можно. Ну и здесь опять же полностью. Всего два раза. Я думал, там будет ещё такие приколы. Так, шестерёнку большую ставим сюда. Маленькую... Нет, не сюда. Нет, 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 нет. Вот это же самая большая, да, получается? Тогда вот так. Идеально. Всё, трон опускается. Теперь мы имеем сварочный аппарат. Как я понимаю, это он, да? Можно его соединить с маской? Нет, нельзя. Ну, я думаю, он автоматически соединит его. Поэтому давайте перейдём обратно. И начнём разваривать. Так. Масочку одень. Всё, готово. Это что за хрень? Для чего она мне? Неважно. Берём её с собой и идём отсюда. Так, а куда нам надо идти? Вот в чём вопрос ещё. А, в трон ставить. Окей. Тогда дверь откроется за троном. Эм... Ага, понял. Типа перескакивать через одну. Эй, уже проиграл. Окей. Опять я проиграл. Окей. Опять я нафейлил. Блин, чё так сложно-то? Здесь надо менять их просто местами. Тут ничего на самом деле нет сложного. Но это сложно. Он только через одну может перескакивать. Это интересно, конечно. А как же это пройти тогда получается? Это же почти невозможно. Они назад-то не ходят. Интересно. А, серьёзно? Не-не-не, не работает. Так сразу неверно делать. Это 100%. То есть вот это первый ход 100%. Дальше как? Может быть дальше две стрелочки вот сюда? Но тогда дальше опять же мы в никуда опираемся. Может сначала вот так? Нет, это уже проигрыш. Да это невозможно пройти. Чего вы угораете? Это непроходимо же получается. Невозможно все стрелочки туда, все туда переместить. И при этом имея всего один сектор. Да, это нереально. Это просто нереально. Потому что они назад не ходят. И не перескакивают через две. Только через одну. Это невозможно пройти. Как это пройти? Объясните. Да не хочу я смотреть видео прохождение, блин. Нет, чтобы до подсказки в игру добавить. Но это невозможно все стрелочки туда переместить, а другие туда. Потому что они просто не будут так стоять, как вы хотите. Ну типа может быть вот так. И дальше что? Как бы я дальше не сходил, снова будет тупик. Хотя если сделать вот так... Да не, бред. Да, видите, вот эта штука не перемещается. Хм, или подождите-ка. Кажется, возможно это пройти по итогу. Такс, такс, такс. Такс. Так, так. Так, так. Да, господи Иисусе, это ад какой-то. Ну серьезно. Там одна ошибка и все, ты зафейлил. Короче, все. Но это реально. Я не думал, что это реально на самом деле. Но оказывается, это и правда реально. Что ж, а у нас восьмой уровень. Башня. Я там просто, знаете, это... Не стал показывать, как экран темнеет. Остальное, как бы, ничего я не вырезал уже. Просто рекламка после каждого. Мне неохота ее вырезать. Поэтому я остановил запись перед рекламой. Подняться к обсерватории. Окей, не вопрос. Сейчас попробуем так включить. Ладно, давай вывинтим. А, здесь особая твердка нужна, квадратная. Это что за херня? Это предохранитель, по-моему, если не ошибаюсь. Эти штуки не крутятся, если что, сразу говорю. А, понял, понял. Нам нужно найти общую точку. Для соприкосновения всех вот этих штук. Изи. Так, у нас есть два контейнера. Красный и жел... Подожди, зеленый? А зеленый это что? А, нам нужно еще одну решить. Такую же, я понял. Все, изи. Так, у нас подвинулась эта штука. И что она теперь делает? Она двигается. Эм, на толку. А, работает электричество. Сюда 100% надо будет предохранитель ставить. Но мне нужно сначала разобраться и найти отвертку особого типа. Так, здесь слишком темно и нифига не вижу. Наверху есть ломик. Твою мать, что это за херня такая? Два куба, один куб стрелочка. А, я могу остановить. Я понял, я понял все, как делать. Это останавливает эту штуку. Блин, немножко не угадал со временем. Что, сейчас попытаемся сделать. Опять не получилось. Они еще, по-моему, с разной скоростью вращаются. А, да, еще они вращаются в разные стороны. Да-да. Одновременно две остановить я не могу. А, нет, могу. А, ну все идеально тогда. Готово. Изи. Не знаю, правда, зачем нужна была эта стрелочка. Ну да ладно. Так, ну мне это ничего не дало, как бы, да? О, еще одна штука непонятная. Так, гвоздодер, куда тебя можно заюзать вообще? Что ж тут так темно-то везде? А, это ключ, это ключ. А я думал, что это фигня какая-то беспонтовая. Так что открываем, сейчас поставим предохранитель. Готово. Включаем. Замечательно, здесь есть свет теперь. Опять какая-то головоломка. Теперь треугольники. Но она не активная, по-моему, сейчас, на данный момент. По крайней мере, ничего не двигается, ничего не нажимается, ничего не перемещается. Возможно, чего-то просто не хватает. Больше здесь делать нечего. Здесь есть какая-то штука непонятная. Но мы ее возьмем. Может, ее сейчас можно будет использовать? Нет, это шкатулка какая-то. С замком. Видимо, ее надо взломать чем-то, либо ключом открыть. Тут в основном канистры, ничего полезного нету. А, можно вот... Нет, ее сюда не вставишь. Волнует меня вопрос, куда мне вставить... Ну-ка, нету у меня ключа. Ну, что вы прикопались-то? Гвоздодер. Куда же тебя заюзать-то, блин? Я бы... Если бы тут перемещалось что-то, я бы понял. Тут ничего не двигается, ничего не нажимается. То есть, вот я клацаю, клацаю, пытаюсь перетащить. Ничего не перетаскивается, ничего не прожимается. Написано вверх. Ну и что вверх, как бы? Попробовал вверх два раза, ничего не получается. Видимо, чего-то не хватает, какого-то фрагмента. О, нифига себе, блин, тут потайная плита была с ключом. Ну, ничего себе. Давайте откроем. Это что такое? Ну, типа вот так вот. Да, два треугольничка взяли. Ну, вот теперь головоломка будет, скорее всего, полная. И можно будет ее пройти. Да, теперь они передвигаются хотя бы. Уже круто. Так, так, так. Все готово. Изи, на самом деле, вообще легкое было. Там что-то в уголке еще лежит. Либо это просто тень так падает, неважно. Так, у нас есть ручка. Она сюда. Поэтому открываем и выбираемся на волю. В обсерваторию. Обсерватория. Кстати, сейчас рекламы даже не было. Ничего себе. Погнали. Отсюда наши гениальные астрономы наблюдали за звездами. И именно здесь свидетельствовали они в неизбежности разрушения Машин Сити. Попробую открыть дверь к небольшому лифту, ведущему на крыше. Я все выше и выше куда-то забираюсь каждый раз. Что такое? Оно не работает, короче. Пока его надо сначала сделать так, чтобы оно заработало. Это еще что такое? Можно еще раз? Окей, я наугад нажал и запомнил. Я не запомнил, но я запомнил. Офигеть. Лошара. Да блин, опять я такой лох. Это просто капец. Я не люблю такие головоломки на память. Следующий. Я уже забыл, серьезно. Я вот сейчас забыл. Вот так, да? Да. Ну это изи. Здесь они, конечно, поблажку дали. Потому что влево, вправо, вниз и так далее. Это просто было. Окей, здесь у нас что-то есть. Погнали теперь посмотрим, что у нас есть. Получается, эта штука работает? Нет, до сих пор не работает. А что тогда я выдвинул-то за штуку? Давайте посмотрим, что у нас здесь тогда еще. Опять эти дурацкие винтики, с которыми я ничего не могу поделать. Это ничего не крутится. Посмотрим вниз, сходим. Так, фонарик есть. Что это? Что я должен здесь? За что? Нет, здесь код нужен. Без кода, ну никак. Зачем мне фонарик нужен? Или это лампочка, а не фонарик? Так или иначе, присобачить куда его пока я не подозреваю. Угу. Здесь есть какой-то код, но как его узнать, черт его разберешь. Наверняка где-то здесь. Фонарик, если что, ни на что не используется. То есть, ну вообще. Не знаю, зачем смотреть издалека вот на эту штуку на самом деле. Куда же можно заюзать фонарик? Ну по логике в темноту, да? То есть, видите, здесь темно. Типа можно осветить, попробовать. Может, код где-то записан, черт его знает. Эти штуки, если что, нигде не двигаются. Ничего здесь не перемещается. Может быть, вот здесь стоит осветить. Здесь тоже темновато. Вот внизу можно. Не, ничего не работает. Нигде не освещается. Здесь тоже в темноте не освещается. Странно, и чё ж тогда делать-то? А, тут ещё вот, вот, если на правой нижней части, часть экрана нажать, то тут столик есть. Окей. Типа изучение космоса не так, не такая простая сдача. Мы должны встретиться лицом к лицу с нашими страхами. Ничего больше этого комплекса во вселенной. Звёзды наши основные источники энергии. Что ты несёшь, братан? Что ты, блин, написал? Чё это такое? Это страшное что-то. Так, мусора наберём себе побольше. Лампу нельзя использовать, к сожалению. Карандаши тоже не берутся. У нас-то есть ножовка, есть ручка. Есть какие-то кружки. С которыми я особо взаимодействовать не могу пока что. Скорее всего, это карта какая-то. Так, вставляем эту хрень. Запускай. Она не работает. Видите, красная лампочка горит, значит не работает она. Как заставить её работать, я пока не знаю. Но можно вот эту штуку присоединить сюда, наверное, куда-нибудь. Нет, нельзя. Давайте открутим эту фигню. Посмотрим, что внутри. Так, всё, влево, вправо, уходите давайте отсюда. Итак, опять долбанная головоломка, серьёзно? Ага, их можно менять местами, я понял. Ну, это тогда не так-то и сложно получается. Так, попробуем сделать вот так. О, первая засчиталась. Засчиталась. Ну, если первое он пишет, что типа правильно, да? То следует... Вот это точно посередине должна быть. То есть это вот так вот идёт, сто процентов, да. Потом идёт вот так. Ну и так, первую мы с вами прошли. Дальше, 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 дальше. Здесь должна быть вниз обязательно штука, как он говорит. То есть либо вот это здесь, а это здесь, либо наоборот. Скорее всего, как-то так идёт. Я почти на сто процентов в этом уверен. Вот так идёт эта штука у нас. Дальше, в принципе, остаётся. Поменять вот эти две местами и всё, да. С этим разобрались, как бы. Еле-еле, но разобрались. Так, что-то эта штука крутиться стала. Теперь я не знаю, что произошло. Ну, не работает она, не работает, понимаешь? Не работает она. Нужно куда-то запихать вот эту вот шестерёнку. Ага, вижу, куда. Так, ну и запихал я её ещё дальше. Ну, тут ручка есть. Ручка не вращается. Не хочет крутиться. Сюда ничего не вставляется, если что. Сложно. 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 Что-то я не понимаю вот здесь вот с этими кругами. Ну, типа, я могу проследить путь, да? Как должны идти эти круги. То есть, если вот взять с верхнего, то в какой круг они должны прийти? Ну, как бы толку-то от этого на самом деле не очень много. Вот эта ручка должна крутиться, но она не крутится. Видите, она говорит, нет, не хочу крутиться. Видимо, нужна вторая часть вот этой вот штуки, чтобы по ней могла она крутиться. Мне так кажется, по крайней мере. Это что за хрень? И куда мне ее юзать, объясните? Ага, нужно было вставить ее вот сюда. Отлично, теперь она должна крутиться, да? Да, теперь она крутится. Готово. Эх, хорошо, звездный искатель. Так, теперь я могу посмотреть на звезды вообще. Давайте заценим. Ага, вот, теперь эта штука появилась. Так, вставляем эту фигню. Так, и начинаем искать по координатам. Нифига себе, а как я должен найти? Мне нужно знать точные координаты. Я же так не найду. Вы что, угораете? Надо отдалить, наверное, сначала на максимум. Да ну, без точных координат узнать это, это будет, ну, нереально просто, я не знаю. Тут этих звезд просто дофига, и мне нужно определенную лишь найти. И как узнать, какая именно из них будет вот подходящая мне звезда. Они все розовые и все зеленые, как бы. Не, я, конечно, мельком сейчас посмотрю все звезды, но я не думаю, что у меня появится в поле зрения та, которая будет отличаться как-то от всех остальных звезд. Вот это вот как-то она... Не, показалось. Да ну, это невозможно. Нужно знать координаты. Без координатов этого не достичь. Вот какой здесь код, у меня вообще нету идей, серьезно вам говорю. И зачем мне нужен фонарик, я тоже не понимаю. Здесь мы больше не можем ни с чем взаимодействовать, если что. Здесь вроде бы так же. Здесь вот только единственная вот эта штука. Но тут какие-то вообще странные символы, которых я не понимаю. Зачем эти круги здесь, я так же не могу понять, серьезно. С листки не нажимается никак. Кружочки вот эти я тоже не понимаю, для чего нужны. Можно пробовать провести по ним пальцем, но я так уже делал вроде бы. Или нажать на них. Да нет, это просто картинка, как бы. С чего она будет... Так, раз, два, три, четыре. Да, ну это тупо. Это просто тупо. Кстати, я слышал такую, знаете, головоломка была такая, где нужно было, короче, начать вот с такой... Такая же примерно рисована была, и там нужно было провести так, чтобы все кружки один раз посетить. А еще была улучшенная версия от головоломки, где каждый кружок надо было, по-моему, поставить свое число в каждый кружок, и... Да. Блин, да что за задница? Ну как я это тебе найду? Ну, серьезно. ЕВИ, ЭНС. Может быть, в письмах что-то указано? Да вроде нет. Возможно, вот это, кстати, подсказка. И зачем мне фонарик, я до сих пор не понимаю. Вот то, что здесь устанавливать, я вообще никаких планов, никаких идей у меня нету на этот счет. Здесь может быть все, что угодно. Это уже, по-моему, неактивная зона. Здесь мы вообще ничего не можем найти. Хоть используя фонарик, хоть не используя его. Эта зона неактивна. Здесь тоже, в принципе, ничего не поделаешь. Вот единственная карта только есть, в виде подсказки, я думаю. Ну, еще банка с краской. А, серьезно? Да вы издеваетесь надо мной. А, вот она, собственно, и подсказочка. Так, откуда надо начинать? Только вот что мне это дает, я вообще не понимаю, серьезно. Это то, куда приходит она. А идет она вот отсюда. То есть сюда, 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 сюда. Сюда, сюда, сюда. И все, как бы на здесь он останавливается. Только вот что мне это дало, на самом деле, я понятия не имею. Ну, типа, ультрафиолетовый, да, фонарик и че? Что это мне дает, объясните мне, пожалуйста. Вы скажите мне просто, что мне это дает? Ага, НС, понял. А, все-все-все-все-все, разобрался. Здесь тоже надо было делать это. Так, НС 320, 040. 320, 040, это НС. НС 320... 40. 040. Так, 320, 40. Чему написано 040? Ну, ладно. И здесь 90 на 270. Это ЕВ. Не ЕВ, 90 на 270. 90 на 270. ЕВ. Вот здесь где-то. Все, дальше мы уже сами должны найти, что нам нужно. Угу, вот какие-то звезды у нас сформировались. Окей, получаем, собственно, карточку со звездами. И на ней, скорее всего, расположен как раз-таки тот нужный нам код. И его порядок мы узнаем, приложив его вот к этой штуке. Да, так оно и есть. Теперь мы можем посмотреть. Первое, это кружок. Потом маленькое солнышко. Потом вода. Давайте просто пойдемте сначала запишем. Так, первый, это кружок. Потом маленькое солнышко. Потом вода. Это же вода, да? Я так назвал эту штуку? Да. Дальше идет у нас... Нет, стоп. Это не так начинается. Начинается с... Два батона, я не знаю. Потом... Спиннер, я не знаю. Там два батона и спиннер. Так, первые два батона, потом спиннер. Сейчас, секунду. Так, два батона. Потом спиннер. Блин, где же спиннер? Че же вы его не крутите-то? Вот спиннер. Дальше идет у нас, короче... Не то. Сюда. Дальше идет у нас F. Потом кругляшок. Потом солнышко. И потом вода. Так, окей. Дальше идет F. F. Так, ищем F. Потом... Кругляшок. Потом солнышко маленькое. Ну, давай. Потом вода. Все, готово. Изи, блин. Изи. Просто легчайше, я не знаю. Очередной уровень пройден. Ну, вот, собственно, мы прошли с вами, получается, какое-то, получается, по счету-то будет. Девятый уровень, да? Открылся десятый уровень, но как бы и не открылся, потому что он у нас теперь уже получается платный. То есть, видите, уровни 10-11, 12-13 и 14-15-16, собственно, покупаются отдельно. Так же, как и реклама. Так же, как и VIP. VIP, я понимаю, все включает. Да, видите, скидка 50% на все, все уровни и без рекламы. То есть, это как бы разовая покупка. Но я не буду этим заниматься. В принципе, я поиграл в игрушку, и мне она понравилась. Мы ее прошли с вами, насколько возможно, это пройти. Полное прохождение получилось. Я думал, просто ее посмотреть. Ну, ладно, что ж, тогда мы будем заканчивать. Большое спасибо, что посмотрели эту игру. Это была игрушка под названием Machine City Escape, ну или Escape Machine City. А с вами был Ник. Удачи, до скорых встреч, и мы еще увидимся. Пока-пока.